Робина Люба, кафедра картографии. Как было сказано, настрой здесь, как только. Я в своей жизни три раза падала в обморок. Два раза в зубном кабинете, один раз в Сасино. От того, что мы ходили на поем и песни петь, и в среднем каждый ходил раз в неделю, то я ходила каждый день. И от этого недосыпа со мной случился обморок. Я пошла в душ, и в душу упала в обморок. Не знаю, меня могли не найти до вечера, если бы я не очнулась. Ну что, песни пели. Я думаю, что вы меня помните именно по этому. Наш однокурсник Сережа Смирнов в фейсбуке меня несколько раз упомянул именно за песню. Но песни мне в жизни так помогли, как хотелось бы. Я поступала на картографию. Я ее хотела с первого дня. И подавала большие надежды. И до сих пор продолжаю подавать большие надежды. Неплохо. Значит, меня интересовали всегда приборы. И когда кончилась геодезия, я обожала топографию и геодезию. Все это я знала на зубок. Мне поставили экзамен автоматов. Я очень обиделась. Потому что я хотела сдавать. Донести до всех свои знания. Но с третьего удачи началось чистое рисование. Оно рисованием мне не нравилось. И у меня были проблемы большие из-за этого. Но зато я познакомилась с программированием. Первую свою программу я написала в 1975 году. Это было построение картографической сетки на картемате 3 для выделенного фрагмента карты и по заданной проекции картографической. Вот до сих пор помню. Не знаю, работала ли моя программа, которую я написала. Это была курсовая работа. Но после, когда было распределение, я распределилась в БГБ-14. Это геодезическое предприятие в Якутии. Я должна была поехать в Якутию. В Якутию я не поехала. Мама сказала, что все нормальные люди остались в Москве. Ты останешься в Москве. Я пошла, принесла бумагу о том, что у меня мама требует ухода и что я не могу уезжать. Они у нее стали, ну тогда распределяйся сама. Фактически это было свободное распределение. И на кафедре все меня считали той еще штучкой. Она, значит, сказала, что поедет в Якутию, а сама распределилась. Самое лучшее место, какое только можно было придумать, это госцентр природы. Математический отдел. И практически все время занималась программированием. Поэтому закончила ВМК, вычислительную математику и гибернетику. И уже занималась только программированием. До самой перестройки. Перестройку пришлось вспомнить, что я когда-то в школе была гидом, гидопереводчиком. Поехала круиз помогать с переводом и с вождением. Но там была большая конкуренция. Конкуренцию я не выдержала. В Кире я только не была потом. Значит, работала в магазине. Может быть, знаете, Люкс Торговый. Там сопровождали мы программы торговые. Самое лучшее мое достижение это было... Родити, фирма, торговая фирма Родити. Там я занималась микрокомпьютерами. Сайен. Это английская машинка, чуть больше нынешнего гаджета. Вот, которая раскрывалась там. В общем, не считайте, что первые персональные компьютеры. Этим я занималась. Но я ими торговала. Благодаря чему познакомилась покупатель. Они же зависимые. Приходят, вопросы задают. И я занималась консультированием. Вот это была самая наивысшая точка моего взлета. Просто обидно, что он был неплохой. Я не знаю, но конкуренцию, увы, не выдержал. И что, там очень удачно они сделали. И в конце концов они продали программное обеспечение. Первый какой-то, вроде мотором. Хоть что-то они поимели в своей конкуренции. И последнее мое место работы, это почти 8 лет, музей Москвы. Тоже компьютерный отдел, который занимался подготовкой к изданиям и к выставкам изобразительного и текстового ряда. Это вполне такая сиячая работа. Часто? Нет, я уже на пенсии. В общем, лучшее свое достижение, я считаю, что это мой сын, который закончил горло. И двое внуков мне подарил. И сейчас я путешествую в основном круизе, где сын покупает все, кто раскалывается на день рождения по Средиземному морю. Ну, с Атлантики. Теперь задача попасть в одиннадцатый. Спасибо. Спасибо.